В Центральной городской библиотеке имени Ломоносова Архангельска прошла встреча с актрисой Архангельского молодежного театра Евгенией Плетнюбой. Она известна зрителям по ролям в спектаклях по произведениям Федора Михайловича Достоевского, Салтыкова-Щедрина, но зрители любят ее роль в спектакле по пьесе Самуила Яковлевича Маршака «Кошкин дом», где она играет главную роль. Евгения Плетнева, лауреат региональной премии «Ваш выход». Она занимает очень активную жизненную позицию, поэтому выступила инициатором создания фильма, книги и выставки об Архангельском молодежном театре накануне его 50-летия. На встрече с читателями актриса рассказала о своем пути в профессию и новых творческих планах. Я пришла в театр, я была на третьем курсе юридического факультета. Я окончила с красным дипломом, потому что мама сказала сначала, значит, это, а потом с остальными. Я сказала, я смогу, конечно, я очень люблю это все учиться. И, закончив юридически, я сказала, все, для меня театр, теперь все. Но юридическое образование помогло мне потом и до сих пор помогает. Я очень благодарна своим педагогам за то, что тогда я научилась разговаривать бюрократическим языком. Научилась понимать другую сторону людей, которые не в культуре, не в искусстве, но от которых зависит искусство. Вот. И, да, у меня ведущая актриса, да, это можно так сказать. Но это все очень, на самом деле, субъективно, потому что может быть одна роль, но она тебе дает очень много всего. Количество совершенно, вы понимаете, это не качество. Я вот больше бы хотела, наверное, поговорить больше не о себе, а вообще об искусстве. И, конечно же, работая в театре, когда у тебя бывает простое по полтора месяца, ты ничего не репетируешь. Да, ты читаешь книги, да, ты смотришь фильмы, ты ходишь на такие другие постановки, ты общаешься с людьми. Все это прекрасно. Мне зудит, я всегда много работала, у меня есть ребенок, ей 8 лет, то есть у меня тоже есть такая занятость, я такой человек. Не думайте, что я такая юная и еще не обшарпана жизни, нет. Вот. И мне показалось очень мало того, что театр, мало кто о нем знает в стране. В городе, безусловно, вот вы не знаете, где он находится, Логиново-9, это около бассейна Водник, вот на перекрестке маленький особнячок, вот на 73 зрительских места. Но очень уютно, вы заходите и вы цокаетесь своими маленькими каблучками по паркету, у вас висит хвостальная люстра на фоне, и вы уже находитесь немножко на сцене. Вот. И я решила, как же так сделать так, чтобы рассказать всей стране, еще и миру, в каком прекрасном театре я уже работаю, там 13 лет. Сейчас уже 15. Я подумала, спектакль ты не вывезешь и не покажешь. Я подумала, значит, нужно что-то вывозить. И все началось с того, что у меня есть прекрасный режиссер Николай Флотский, который знаком с нашим театром, который очень его любит. Он закончил в ГИК, закончил высшие курсы режиссура в Москве и до сих пор занимается режиссурой. Он сказал, я очень люблю театр, я готов снять что-нибудь о театре. И тут все, у меня мысль побежала, и мы решили снимать о театре. Но, что же я сделала за два года, как продюсер? Это очень важно, правильно заметили то, что продюсер отвечает за все. Помимо фильма, мы написали книгу с нашей командой, вот такую книгу, которую можете приобрести в кассе нашего театра, я оставлю в вашей библиотеке. О нашей истории, которой в 25 году будет 50 лет. Она очень легко читается, она состоит из воспоминаний студийцев, актеров, людей, которые были с нами, режиссеров-художников. Вы можете ее полистать потом, после нашей встречи. Мы сделали сайт-архив, на котором вы можете познакомиться с теми спектаклями, которые сошли со сцены, с фотографиями, почитать статьи. Мы открыли выставку современного искусства по истории театра, она длилась с мая по сентябрь 2023 года. И вот это все, сейчас мы не останавливаемся, сейчас мы начали делать альбом по Международному фестивалю уличных театров, мы презентуем его в июне. Вот это все, то, что можно распространить в стране, еще раз сказать, какой прекрасный регион, какие прекрасные люди у нас есть в городе Архангельске. Сейчас мы с вами посмотрим трейлер фильма, как раз, с которого все началось. Я немножко поясню. Мы его презентовали в июне месяце 2023 года на фестивале, но сейчас он уже объехал 12 фестивалей, в том числе и иностранных фестивалей, это Португалия, и это Авеньон, это Франция. Он получил уже 4 приза, в том числе и в Авеньоне, это почетное упоминание. Также он был в Петербурге, в Хантамансийске, в Казани дважды. 12 фестивалей мы посетили, на некоторых я была, и у всех безумная радость и безумное желание посетить наш город, потому что город показан безумно волшебным. Мы с вами посмотрим только трейлер, но я думаю, что мы еще покажем вот этот фильм и в июне, и перед фестивалем, или во время фестиваля, и у вас будет возможность по регистрации его посетить. Чем, сразу скажу, что, наверное, его не стоит смотреть как телевизионный фильм, то есть это не момент истории. Момент истории это вот, мы расскажем, с чего все начиналось, кто это все начинал, какие постановки у нас были. А там момент вот этого духа театра, который мы до сих пор храним очень бережно, и который помогает нам двигаться дальше. Я ведь когда сделал театр, я сразу сказал, мы никогда не будем такими, как все, никогда. Да, он открыл нам мир. Так и есть. И я думаю, что все за это ему очень благодарны, потому что была нескучная жизнь. Мне кажется, Виктор Петрович подарил архангельскую альтернативу какую-то, понимаешь, альтернативное такое искусство. То есть это не классический академический театр, а это что-то новое, какая-то свежая, свежая новая волна театральная. Он пришел, ну хорошо, побудь. Ты есть. И у тебя есть возможность общаться с художниками. Ну прямо с настоящими художниками, с музыкантами, с композиторами. Ну что это такое? Это красота. Спасибо за судьбу. Поговорим немножко о книжке. В книжке мы задумывали о том, что есть несколько нюансов. Например, вы можете найти в книжке вот такую открытку с изображением артиста, который либо работает в нашем театре, либо работал. Это Валерий Грибанов здесь. В каждой книжке открытка разная. Они сделаны были еще в 90-х годах. Они у нас сохранились, мы их решили вставить. Здесь также есть карта золотомасочного нашего спектакля «Север». Можно немножко окунуться в спектакль, который, к сожалению, уже не идет. И также книга наполнена разными кодами, которые как раз переносят нас на сайт архива, где вы можете больше раскрыть информацию для себя про театр. Есть такой маленький бонус. В каждой книжке у нас есть конвертик с зерном. Там есть инструкция такого небольшого волшебства для вас. То есть книжка каждый раз – это индивидуальность. Это наше послание для зрителя, чтобы они загадывали желание и растили его вместе, как мы растили театр. Как вы видите, в нашей эмблеме театра – это зерно. Как раз зерно есть в этой книжке. Мне кажется, что в городе бытует миф, что Архангельский молодежный театр – это что-то малаганное, это хулиганское, это негосударственное, этому нельзя доверять, что там непонятно, сложно, что там тебя не примут, нужно быть высокоинтеллектуальным человеком. Но это совершенно неправда. Да, возможно, хулиганский дух присутствует, потому что все мы приглашены Виктором Петровичем по-новым, и там безумное хулиганство есть. Но вот хотела бы с вами поговорить на тот момент, что когда непонятно. Вот я думаю, что в нашем театре, как и Виктор Петрович говорит, вот в библиотеке нужно думать, а в театре нужно чувствовать. И сложность заключается, возможно, в том, что вы подключаете голову, а вам нужно подключать сердце. А иногда не хочется же подключать сердце. Там какой-то болезненный момент, нужно будет как-то усилие над собой сделать, какие-то завопросы задеваются. И вам не очень хочется, вы пытаетесь, и непонятно. Вот непонятно. Вот это, наверное, не тот вопрос, который нужно задавать, придя в наш театр. Вот момент такого доверия, потому что наша сцена очень маленькая, у нас нет подъема, вы наоборот сидите наверху, а мы сидим внизу. Это доверие, которое происходит между нами. Мы видим ваши глаза, мы видим всю вашу реакцию, мы видим, когда человеку действительно вообще ничего не понятно. Мы видим, что мужа привели, жена привела мужа с собой, и он мучается, сидит бедный. Мы это все видим. Мы видим, когда вы так завооружены, и вы прям каждое слово наше ловите. И вот это доверие, которое мы всегда вам предлагаем, в таком маленьком кругу, очень бы хотелось, чтобы и вы, да, хорошо подумать, это очень прекрасно, но почувствовать это вообще лучше всего. Потому что вот когда мы же чувствуем, что вы чувствуете, когда люди плачут, сидят, смеются, как-то в каком-то недоумении, растерянно, у них прям мысль, мысль, она чувственная, она идет от сердца. И вот тогда, мне кажется, молодежный театр он прям раскрывается. Что когда вы начинаете так следить за сюжетом, значит, или, например, разгадывать загадки режиссерские, которые режиссеры сделают не для того, чтобы вам было сложно, и чтобы вы такие подумали и два вечера не спали, нет. А потому что, чтобы ваше сердце как-то вот открыть. Ваше сердце же не простое. Ваше сердце, оно же многоликое, оно же с разными гранями. Вам же, вы же какие-то простушки там, да, или простые люди. У каждого столько граней, поэтому режиссер подбирает эти грани для вас. Вот он какие-то разные совершенно для вас пути выбирает. Он выбирает вам не один путь, который, ну да, вот я под... Но вы же разные все. У вас же и разное настроение, вы приходите с разным настроением. Вот, например, мы сейчас играли братья Карамазова 8 марта. Я понимаю, люди пришли с таким... Подалили женщинам цветы, их обцеловали. Они пришли с мужьями. У них праздничное настроение. Они пришли на братьев Карамазов, совершенно другое. Мы вышли, а там нужно сбивать вот пафос такого праздника, феминизма, возможно, там про мужскую историю. И это очень сложно. Вот мы же чувствуем, что вы пришли вот с таком настроении. Мы каждый раз чувствуем зал. Каждый раз. Это каждый раз разный спектакль. Бывает, что вообще никакой стыковки нет. Зал прям вместе, как собрался 73 месяца незнакомых людей. И вот они вот, броня у них стоит. И ничего ты не сделаешь. А есть прям вот 73 человека, вроде все родственники уже стали. Все. Вот поэтому, наверное, вот самый такой для меня важный момент. И донести до вас, что это несложно. И хулиганство, оно не всегда плохо. Хулиганство бывает очень созидательным. Потому что, может быть, знаете, еще такой момент, я вот тоже подумала. Нас же учили быть хорошими. Хулиган — это плохо. Вот хулиган в нашем примере — это плохо, это плохой человек. Но у нас же на Достоевском и плохого, и хорошего очень много. Как раз вы приходите в наш театр, и вы такое плохое-то понимаете, да, что тут как-то у меня не очень хорошо, не все там прибрано в душе. А где-то нет. А вот я вот так. Вот я по совести. Я по чести. И при этом вы же не сдаёте экзамены. Вас никто там не говорит, ну-ка, расскажи о чём. Это вы уже сами. Как вот у нас были зрители, мы с ними встречались после братьев Карамазовых. Женщина сказала, я буду эту карамель рассасывать очень долго в себе. Эта карамель — это самое приятное, что вы с этим уйдёте. Такие не отряхнулись, такие, ну всё, а теперь в пятёрочку. А тут как бы даже до пятёрочки будешь долго доходить, если надо. И вот это, наверное, самое важное. Вот именно в нашем театре мы очень стараемся в постановке именно вот эту сложность чувств донести, именно сложность чувств. Потому что вы понимаете, что чувства очень сложные. Однозначности в чувствах нет. Даже в поступках их нет. Для кого-то это хорошо, для кого-то это очень плохо. Всегда есть десторонные медали. И поэтому вот про это я бы очень хотела, чтобы вы подумали, заходя в наш театр. Потому что постановки очень разные. Комедий у нас не так много. В основном это какие-то вещи, которые стоит будет поразмыслить. Возможно, визуальный ряд вам покажется диким иногда, как это может быть. Но вот впустить в себя новое, впустить в себя какой-то даже момент стольких вопросов, мне кажется, это вот нужно. В любом возрасте. Вот точно, это в любом возрасте. Потому что пока мы на этой земле, значит, всё правильно, значит, мы должны отвечать на эти вопросы. Потом уже мы не знаем, что мы будем делать. Но пока мы здесь, значит, нам нужно как-то идти вперёд. Бессмысленно отталкивать, что идёт к нам, тем более. Что вот вы же... На самом деле нам очень повезло. У нас очень театральный город. Я вот сколько гастролировала. И вот я ещё состою в Молодёжном Совете Центрального Аппарата Союза Театральных Деятелей. И нам очень повезло. У нас очень театральный город. У нас очень культурный город. И у нас хорошо, что есть совершенно разные формы. Есть драматические, классические театры с большой формой, с размахом. Есть немножко другой театр, альтернативный, сложный. Есть театр «Кукол» прекрасный. Я вот сейчас была на Каштанке. Потрясающе просто сколько вот она уже идёт. Вот постановка «Петербургский сновидений» и «Золотомасочный спектакль» прекраснейший. То есть нам очень повезло. И мы с вами очень счастливые люди. Потому что есть города, которые кроме «Антерпризы» ничего не видели. И они, к сожалению, вот так случаются, что когда ты не насыщаешься, ты становишься просточком. Вот просточком. Это неплохо. Но хочется же как-то вот разными красками играть. Правда ведь? Всем же хочется. Какими-то такими разными тонами. Не просто там белый-чёрный. Ну что это? Вот. Я, наверное, жду больше от вас какой-то такой, такого момента вопросов. Вы очень интересно рассказываете о театре. И я вот поймала себя на мысли, что вот нашей молодёжи об этом бы послушать. И к нам действительно приходит много молодёжи. И уже учащийся, и уже которая отучилась, но добирает знания. И совсем не взрослых ребят. Я думаю, что мы к этому разговору вернёмся. А сейчас можно вас спросить. Вы не так много рассказали о себе, свою биографию. Это всегда интересно, какие люди попадают, как они попадают на эту сцену, освещенную со всех сторон, в эту тайну. Вот расскажите о своей семье, о своих родителях. Когда в вас зародилась эта мысль, что вы хотите стать актрисой и так далее. Такая лития жизни. На самом деле так странно всегда о себе рассказывать, потому что я сужу человека по поступкам. То есть какие там родители у тебя, что у тебя было в голове, это всё. У всех идей всегда много. Но поступки говорят больше о человеке. Ну, раз так вам интересно. Что могу сказать? Такой мысли быть актрисой никогда не было. Мне очень было тяжело в школе, наверное, что я не могла найти компанию, в которой мне было бы прям азартно, весело. И я жила на Воскресенской 17 в одном доме с Виктором Петровичем Пановым. Я жила на восьмом этаже, а он жил на девятом. Так сложилось. И к нему в гости часто приходили разные его артисты. Они были очень своеобразные. Когда я заходила в лифт с 16-летней девочкой, там были такие вот песни тут же, пока ты едешь до восьмого этажа. Такие своеобразные, скажем, фрики, как бы сейчас. Я стояла и думала, боже, вот этот мир, он такой интересный. И фестиваль, который такой интересный. И я пришла в театр за атмосферой. То есть именно этот театр я выбрала. Мне он очень нравился. И был объявлен, я уже училась на третьем курсе юридического факультета. И мама говорит, ну, раз ты так хочешь, ну, сходи, прослушайся. Вот целевой курс. Мама увидела газетное объявление. Я позвонила, записалась. Сначала были пробы осенью, меня не взяли, я не прошла. Я разрыдалась горькими слезами. Привлекла внимание, естественно, своими слезами. Сказала, ладно, приходи в июне, будет уже комиссия Санкт-Петербурга, будешь прослушиваться. Виктор Петрович снова знал мою маму, моих родителей. И я прошла. Меня взяли сами профессора из Санкт-Петербургской академии в июне 2009 года. Виктор Петрович сказал, я сначала сейчас позвоню и вернусь. Он, значит, позвонил моей маме и сказал, ну что, вы уж скажите, одобряете вы, не одобряете. Есть родители, которые скажут, нет, какой там театр, нет, ну что. Мама говорит, ну если беру, так значит надо. Вот так и попала в театр. Сразу скажу, что мне было всегда очень тяжело, потому что пришли люди разные совершенно. И субкультур, и люди другого темперамента. Я человек правильный. Я такой человек немножечко квадратненький в какой-то степени. Мне нужно что-то все по закону, сейчас в лидический факультет. По моим правилам, которые я создаю. А, конечно, там правил нет. И я с этим долго обтесывалась себя. И мне было тяжело. Но моя вот эта энергия сделать так, как я хочу, она мне помогает. Сейчас я уже более гибкий человек, более мягкий. И уже прислушиваюсь, конечно, к мнению других своих коллег. Но тогда вот эта моя прямолинейность, она мне помогла выжить в театральной академии, где ребята все играют на гитарах, где все знают авангард, какую-то субкультуру. Я в этом никогда совершенно не состояла. Я читала Толстого Достоевского, значит, Пушкина. Это все было мое. Я была достаточно правильным, вакуумным ребенком. Вот. А тут у меня открылся совершенно андеграундный мир, можно сказать. И я поняла, вау, вот это вот все можно сочетать в себе. И вот так, что было очень классного в учебе, то, что мы были курсом. Если вы знаете, Александр Берестин, Максим Дуплик, Настя Полежаева, Дарья Тюрикова, это все мои однокурсники. Мы выезжали два раза в год на сессии, по полтора месяца в Санкт-Петербург. И у нас были актерское мастерство, сцен движения, сцен речь, история искусства. Мы ходили по армитажу, у нас были лекции, мы ходили в театры. У нас была мастерская театральная, где мы ставили дипломные спектакли. У нас был прекрасный мастер. Кроме Виктора Петровича, мастер был в Санкт-Петербурге, Михайлов Максим, который потом тоже выпустил еще один наш курс молодежи, который научил нас реально традиционной школе. Вот традиционной. Потому что он был один из учеников Товстоногова. Это прям традиционная школа, не андеграундная, не какая-то нетрадиционная, которая сейчас. А всему тому, что Новые Вени мы научились в театре. Сочетание традиционного и нетрадиционного нам очень помогло. Мы чем прекрасно работать... Вот в научном отделении вы 4 года так сдружились, например, если вы учитесь в академии, а вам приходится потом прощаться. А мы вот этого не испытывали. Мы как и сдружились, мы так и вернулись в театр. И вот с некоторыми мы знакомы уже 15 лет. И наши спектакли остались в репертуаре какое-то время, как мы закончили. Потому что обычно у очных факультетов этого нет. И они очень страдают, что вот они так столько работали, а у них ничего не получилось. Они вот этой сцене настоящей не почувствовали. И я знаю очень много, к сожалению, своих коллег, которые выпустились и не работают по профессии, потому что просто не нашли театр, не нашли даже в кино свое место. А нам очень повезло. Это левые курсы, прекрасная возможность остаться в театре, иметь свое место и сдружиться. Потому что актерская профессия, она долгая. Вот пятилетки вообще не хватит. Вот она вот прям есть люди, которые, да, вот Зубкова работает в драматическом театре, это просто десятилетия, несколько десятилетий. Это очень важно. Потому что нам еще везет, у нас очень много разных режиссеров, и мы можем вкусить совершенно разное. Мы такие же немножко даже, нас, как скажем, мы немножко объявились уже разного, но нам тоже очень повезло. Не хватит, просто не хватит пятилетки, не хватит десятилетий. Актерская профессия, она очень долгая. Не зря в ней существуют, и действительно люди прям десятилетиями. Это важно. Звездочкой можно моргнуть в любой профессии. И в актерской можно очень ярко погореть в какой-то момент. Но именно профессию познать вот нужно прям по десятилетиям. Это очень важно. Спасибо большое. Какие есть вопросы? Можно не поспешить? Такая замечательная, интересная высказываетесь. Я, получается, не была ни на одном спектакле, но одежда в театре. Мы были только один раз, когда прижала Людмила Стасовна Петрушевская. Да, да. Встреча была для детей, в общем-то, но мы создали впечатление об этой замечательной женщине. Удивительно и уникальное, я считаю, в нашей культуре. Но мне хотелось спросить, вы рассказывали, что разная бывает аудитория во время спектакля. Как влияет ли вообще на вас то, что бывает, что, как вы говорите, броня, и возникает ли у вас такое желание, что уже не хочется, например, или все-таки продолжаете, или еще хотите завоевать эту аудиторию. Как-то влияет это внутри? Вы чувствуете все время спектакля, что и что-то, может быть, у вас там бывает, что-то не получается, или это не от вас зависит, а именно от аудитории? То есть как вы считаете? Вот завоевать, наверное, нет, потому что мы не воюем, мы не в борьбе, мы, наоборот, как бы в соединении. Потому что без вас театра нет вообще, ну, то есть не будет публики, ну, чего мы тут. Вот. Когда ты понимаешь, что, да, зал не открывается, это ничего страшного. Естественно, мы не педалируем. Есть артисты, к сожалению, это такой плохой театр считается, что ты педалируешь шутку, например, или себя больше показываешь. Это начинается манипуляция, потому что она уже не в задаче режиссера, который ставил этот спектакль. Мы понимаем, что вот сегодня не случилось. Просто не случилось. А в следующий раз случится. Вот. Поэтому, конечно, мы расстраиваемся. Да. И если говорить вот про именно работу актёра, я очень стараюсь всегда. Есть спектакли, которые я очень давно уже играю, есть спектакли, которые не так давно, но каждый раз я ищу новое. И самое важное — искать новое, какая ты сейчас. Вот братья Карамаза, просто мы в последнее время очень много их играли, четыре раза подряд, они у нас уже шесть лет. Когда я приступила к Катерине Ивановне, я была одним человеком, очень на неё похожим. И именно в той задаче режиссёра, который есть. Очень высокомерный, очень прямолинейный, такой озлобленный, очень одержимый. Вот прям вот то, что было во мне тогда, прям горело. Сейчас я другая. И я ищу совершенно другие объёмы у неё. Я по-другому задаю ей вопросы. Почему так? Я её больше оправдываю, я её больше жалею. И поэтому, наверное, в последней сцене мне легче уже плакать над её жизнью, над жизнью Мити, потому что в ней появился больше объёма. Вопросы стали сложнее к персонажу, ответы стали интереснее. И даже вот у меня есть «Кошкин дом». Спектакль «Я играю кошку». Он просто... Я больше всего, наверное, сейчас даже в какой-то момент его люблю, потому что каждый раз ко мне подбегают дети, и они говорят, какая ты красивая, какая ты прекрасная. Они верят, что я кошка. Мы играли в Вельске, ко мне подошёл мальчик за кулисами, ему, наверное, пять. Он говорит, ты такая красивая, я так тебя люблю, я тебе всё куплю. Что ты хочешь, я тебе всё куплю. И вот это вот... Что ты даже немножечко создал такой идеал пятилетнему ребёнку, красивый. Она же там становится хорошей, доброй. И он, да, вот ты уже заложил чуть-чуть, вот ты в его воспитание, в его жизнь какую-то капельку положил. Вот это, наверное, удивительно. Он яркий такой спектакль, он добрый, но взрослые всегда на него прекрасно ходят. Они просто там со своими детьми прекрасно сходят в семейной компании на кошкин дом. Он задорный, весёлый, яркий, музыкальный, очень добрый, очень милый. Вот. Это если говорить вот про роли. У меня вот была стезя актёрская, что было 2-3 года и так сложилось, что мне давали роли падших женщин. Вот просто вот так вот началось и всё там. Три проститутки вот подряд. Они все разные. Есть молодая, есть постарше, есть прям совсем старуха. Вот такая. Вот такой был период жизни. И вот они же все разные. И знаете, я ещё так бываю, что мне иногда, вот тоже, мне мама каждый раз смотрит, например, какие-то мои спектакли и говорит, господи, я даже бабушку не могу ни на что пригласить. Понимаете, ну вот я её прекрасно, потому что нет таких спектаклей, вот только кошкин дом, где бабушка скажет, вот молодец. Понимаете, вот, а вот так вот. Потому что там Папа Морги бывает, передаётся, мне бабушка живёт в Донецком Березнике, и был спектакль про жен декабристок. Мы выпускали премьеру, я играю на фан-визину Наталью Дмитриевну. Она там такая, женщина тоже одержимая, она правда была очень, очень верующий человек, она была идеологична со своим мужем, как вот женщина, и правда она была такой женой декабриста, поехала за ним в Сибирь. Я там такая в шапке, значит, в труселях, такая, полумальчик, и бабушка увидела мне этот репортаж. Она позвонила моей маме, сказала, ты что? Мама начала там всё сглаживать, всё хорошо, и она говорит, всё, и надо пригласить на что-то очень классическое, но мы так и не нашли, ну что ли, пригласить. Вот, видите, такие нюансы, но на самом деле, я всегда этому рада, когда вот есть что-то такое очень сложное. Пожалуйста, спрашивайте. Я сразу вам говорю, я вас сразу не отталкиваю, приходите, потому что скажете, что ты... Нет, интересно, да. Вот. Были ли это роли, которые всё-таки вы отказались, потому что они совсем не соприкасались с вашей душой? Были в том году, у меня правда случился небольшой такой момент, позатом, я отказалась от ввода в голос монстра, потому что я не очень понимала, нужна ли я театру, потому что, когда у тебя полтора года нет премьер, ни одной премьеры, ты задумываешься, задумываешься, а нужен ли ты уже этому месту. И я как бы вот думала, может быть, не больше уйти в продюсерство и отказалась от роли, потому что думала, что возможно, как-то пойдёт... У меня не хватит вот этого актёрского запала, вот этого ощущения, что это твоё место, что это твой путь. Бывает, да, что ты как бы разочаровываешься в себе, ты думаешь, ты уже больше не можешь ничего этому месту дать. Это такой момент... Ну, это кризис, либо это кризис, ты уходишь, либо кризис ты преодолеваешь. Мне кажется, какой-то степень я немножко преодолела его, тоже благодаря этим всем проектам. Я подпиталась этой историей, этой энергией, как бы захотелось что-то ещё актёрски сделать. Вот. Но, конечно, есть артисты, которые отказываются по своим убеждениям. И в этом прекрасен наш театр, потому что у нас никто не заставляет. Вот, наверное, чем прекрасны наши артисты? Они со всеми, все со своими убеждениями. И эта энергия подпитывается, и поэтому они такие яркие, они такие индивидуальности. Нет вот этого, хоть у Виктора Петрович такая глыба-махина, вам кажется, что там карабас-барабас, нет, всё очень свободно, всё очень демократично, я бы так сказала. Просто все понимают, что есть законы театра, и мы их должны соблюдать, правила театра, правила искусства. И вот они же не прописаны где, они вот, что ты выходишь, ты с артистом можешь не разговаривать, здесь артисты, которые не разговаривают друг с другом. Но на площадке вы там муж и жена, ещё что-то. Бывает такое. Бывает, что человеку ты, как бы, ты его не любишь в жизни, на сцене ты, естественно, этого, и ты никогда ему там подножку не подставишь, и не как-то его бросишь. Ну давай, когда реплику забыл, ну давай, я подожду. Нет, конечно, такого не будет. Вот. Поэтому вот таких интриг у нас нет. У вас в большем коллективе, то нет? 32 человека. 32 человека трупа. Вот. Поэтому ну, как и в каждом коллективе есть свои нюансы. Поэтому актёрские моменты, актёры очень сложные люди. Им надо работать. Вот если артист занят, он прекрасен. И когда он перестаёт быть занят, он начинает ворчать, ему всё не нравится, он начинает как-то на всех вот какие-то мелочи какие-то вот распыляться своё внимание. А если он работает, всё, он занят, всё, он на сцене. Это его место.